В эфире служба новостей Саров 24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте, смотрите сегодня в выпуске. Капитальное строительство, благоустройство, здравоохранение и образование. Глава города провел пресс-конференцию. Один из главных церковных праздников зимы в Сарове отметили крещение. Конкурс зимних фигур, катание на лыжах и встреча с призером Олимпийских игр. В нашем городе прошел Всемирный день снега. Далее расскажем обо всем подробно. Капитальные ремонты и строительство школ и детских садов, переезд детской поликлиники, проблемы здравоохранения, участие Сарова в программах поддержки местных инициатив. Эти и другие вопросы обсудил журналистами глава города Александр Тихонов на пресс-конференции, посвященной итогам прошлого года и планам на будущее. Все здания детских садов в городе перешли на альтернативную систему отопления. То есть обогревать теперь можно, не дожидаясь, когда отопление включат во всем городе. Это позволило снизить уровень заболеваемости детей в переходный период. Успешно реализуют программы реконструкции межшкольных стадионов. В прошлом году завершен стадион 16-й школы. В 2020 году будут обустраивать стадион школы номер 7. Затем программу планируют распространить на 12-ю и 13-ю школы. Также глава города на пресс-конференции рассказал о строительстве и ремонте образовательных учреждений. 11-я в хорошем очень графике. Как бы и по национальному проекту освоение с опережением идет. И мы думаем, что точно не позднее 1 сентября 2021 года, а думаем, что раньше она будет как бы сдана в эксплуатацию. Но там есть еще задача подъездных путей. Что касается 10-й школы, то очередной срок ее сдачи в февраль 2020 года. Также в этом году завершат строительство нового общежития САРФАТИ. Заложены деньги на разработку проектно-сметной документации для строительства детского сада на 200 мест около третьего КПП. Ведем переговоры с Приволжским федеральным округом с командованием о том, чтобы они все-таки выполнили свои обещания по строительству детского сада на микро-районе 21, когда наряду с предоставлением земли для строительства домов, а недавно они были введены, 301 квартира. На 2020 год заложено финансирование строительства дороги Лихачи-Суворова. Если ее сделают, расстояние до Нижнего Новгорода сократится еще на 6 километров. Также идет ремонт дороги до Первомайска. Запланирована реконструкция моста через Вичкин-Зул за третьим КПП. Мы ожидаем деньги на улицу Академика Негина, тоже по СД у нас есть, и 48 миллионов мы заложили на 2020 год. По Симашке есть вопросы от жителей, там организации выездов из дворов, правильного распределения полос, движения по полосам. Это тоже сейчас все будет оптимизироваться. На мой взгляд, дорога очень хорошая получилась. Полную видеозапись отчета главы города смотрите в эфире телеканала «Саров-24» и на нашем канале в Ютубе. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24». Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютубе. К другим новостям. Пошла на преступление, чтобы сделать подарок. В магазине электротоваров не досчитались электробритвы известной марки. Владелец с заявлением о краже обратился в отделение полиции. Спустя несколько дней «Саровчанка», которая похитила брендовую вещь, пришла с повинной. Чем еще запомнил с прошедшей недели сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. Владелец автоваловской «шестерки» не обнаружил свой автомобиль на привычном месте. Машина, стоявшая в одном из дворов по улице Победы, исчезла. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции через несколько дней установили похитителя. Им является гражданин М, житель города Сарова, который к тому времени уже успел сбыть данный автомобиль за 7 тысяч рублей третьему лицу, у которого как раз он и был изъят. По линии ГИБДД неделя прошла относительно спокойно. Сотрудники зафиксировали всего пять ДТП, в которых пострадали только автомобили. В ночь, в субботу, на воскресенье, накануне православного праздника, стражи дорог несли службу в усиленном режиме. Выставили три дополнительных автопатруля, один из которых работал на Цыгановке. Вечер и ночь прошли успешно. Дорожную трассу их происшествия мы не допустили и вывели двоих водителей в состояние алкогольного опьянения. Один из них не справился с управлением и наехал на бордюр на перекрестке проспекта Октябрьского и улицы строителя Захарова. Всего за неделю сотрудники ДПС задержали четырех водителей в состоянии алкогольного опьянения, один из которых сел за руль пьяным повторно. Елена Грязкова, Евгений Шевцов и Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. С 3 по 10 февраля будут тестировать новый порядок движения автомобилей и прохода пешеходов через КПП-3. Правая сторона будет предназначена исключительно для выезда, а левая – исключительно для проезда в город. Режим работы проезда А останется прежним. Изменения коснутся всех граждан. В случае, если новый порядок зарекомендует себя положительно, его внедрят на постоянной основе. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Материнский капитал на первенц начнут оформлять уже весной. С таким заявлением выступила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессара. По ее словам, предварительно можно ориентироваться на март-апрель этого года. К этому времени депутаты должны внести соответствующие поправки в законы о ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей, и о дополнительных мерах поддержки семьи. Напомним, материнский капитал на первого ребенка, а также ряд других кардинальных реформ в социальной сфере президент Владимир Путин анонсировал в ходе послания Федеральному собранию 15 января. 1 февраля в Сарове пройдет День встречи выпускников. Традиция проводить такие вечера сложилась много лет назад. Каждую первую субботу февраля российские школы открывают свои двери для всех, кто хотел бы встретиться с одноклассниками и любимыми учителями. О времени и месте проведения встречи выпускников можно будет узнать на официальных сайтах школ города. 30 января на базе отдыха имени Гайдар откроется традиционный ежегодный фестиваль авторской песни «Зимородок-2020». По словам организаторов, в этом году показать свое мастерство и просто хорошо провести время приедут несколько сотен исполнителей из разных регионов страны. Фестиваль завершится в воскресенье 2 февраля большим финальным концертом. В администрации прошли общественные обсуждения. Горожанам предложили выбрать дорогу, которую будут ремонтировать в этом году в рамках государственной программы развития транспортной инфраструктуры. На эти цели Саров получит из бюджета области около 4,5 миллионов рублей. Всего было 5 вариантов. Это участки на улице Московской, Садовой, Балыковской, Большой коммунальной дороги и дорогах до КПП-1. Наибольшее количество голосов набрала улица Московская на отрезке от пересечения с улицы Зернова до пересечения с проездом к магазину Плаза. Все другие дороги тоже будут учтены в адресной программе ремонта автомобильных дорог города Саров на 2020 год. И все участки, которые мы определили под ремонт, мы также будем ремонтировать, но уже за счет средств бюджета города Сарова. К другим новостям. 19 января православные христиане отметили праздник Крещения Господня. Считается, что в этот день Иисус вошел в воды реки Иордана и принял крещение от Иоанна Предсечи. Отсюда и пошла традиция каждый год накануне одного из главных православных праздников трижды окунаться в прорубь. В нашем городе традиционно купель оборудовали на пруду боровом. Несмотря на то, что настоящая зима в Нижегородской области все еще не наступила и трескучих морозов мы не дождались, накануне крещения горожане традиционно окунаются в прорубь в знак духовного и телесного очищения. В нашем городе по традиции купель оборудуют на пруду боровом. За два часа до полуночи техника и специалисты были готовы к началу купания горожан в проруби. Сотрудники ДЭП оборудовали сходы к воде перилами и резиновыми плитками. Прорубь оградили деревянными настилами, на которых дежурили спасатели, в том числе и водолаз. Обязательно. Мы надеемся, он не понадобится, но мы выставили пост наблюдения, как это предписано. Четыре человека у нас здесь. Сигнальными лентами ограничили доступ горожан на лед. Все желающие понаблюдать за обрядом окунания в проруби и поддержать своих близких стояли на берегу. Как ни странно, лед достаточно структурный, и толщина здесь льда 30 сантиметров. То есть это вполне приемлемо для нахождения людей на льду. Но мы все равно ограничили туда выход, запретили, ну дабы люди не подскользнулись, или что-то какую-то травму себе не получили. Среди желающих совершить обряд духовного и телесного очищения были мужчины, женщины разного возраста и даже подростки. Трижды окунуться в ледяное воде не каждому под силу. Привычным к таким процедурам людям сделать это было легко. Некоторые от экстремальной температуры воды буквально терялись, но находили в себе силы завершить обряд. Держи, держи. Эмоции после окунания в проруби были разные. Одни успевали сказать лишь пару слов и спешили греться, другие с удовольствием рассказывали о традициях и ощущениях. Все хорошо, все прекрасно очень. К этому празднику надо долго идти и на самом деле прийти. Поэтому традиций мало, но верим Богом. Слава Богу, спасибо. Прям очень хорошо. Два автобуса выполняли роль пунктов обогрева. С 10 вечера 18 января и до 3 утра 19 января на берегу дежурили медики. Сотрудники спецуправления противопожарной службы прожектором подсвечивали место купания. За соблюдением порядка наблюдал наряд полиции. Елена Грискова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Сару, 24. В дни зимних каникул ученица детской школы искусств Дарья Лестратова вновь покоряла Петербург. Она приняла участие сразу в трех международных конкурсах. Юна Саровченко представила на суд жюри новое произведение «Дети войны». С ним же выступила и на галоконцерте одного из фестивалей. Подробности далее. Вихрем огненным черным воротом На них села нежданна беда Разбросала нас во все стороны Здесь у нас разучив навсегда Композиция «Дети войны» недавно пополнила репертуар воспитанницы ДШИ Дарьи Лестратовой. Вместе с своим преподавателем Анжеликой Ермаковой девушка разучивала ноты, разбирала сложные места. Много говорили о смысловой нагрузке произведения. Квалифицировались только на этих песенах, которые стоят... Ну, у которых есть смысл такой глубокий, такие как война, переживания, смерть. Я пою именно в таком стиле. К сожалению, таких песен, которые пою я, их на самом деле не очень много. И эта песня показалась мне достаточно сложной, поэтому я люблю сложный репертуар и взяла ее. Эту песню Дарья исполнила на трех международных конкурсах, которые в январе прошли в Санкт-Петербурге. На конкурсе «Зимняя суета» она стала лауреатом первой степени и выступила на галоконцерте. На фестивалях «Преображение» рождественские звезды получила диплом лауреата второй степени. Эти конкурсы – это способ своего самовыражения, самореализации, в свою очередь. То есть я показываю свои умения и также учусь на своих ошибках, которые мне, например, показывают жюри. Но работаю над этими ошибками и приезжаю вновь, чтобы показать, что я исправилась, добиться новых результатов. С композицией «Дети войны» Дарья планирует выступить в Казани 9 мая во время очередного фестиваля конкурса. Саровские зрители смогут увидеть ее выступление весной на отчетных концертах Детской школы искусств. Екатерина Опенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Всемирный день снега отметили на лыжной базе. Участников праздника ждали спортивные состязания, подведение итогов конкурса зимних фигур, праздничная лотерея, интерактивные площадки и автограф-сессия с призером Олимпийских игр и заслуженным мастером спорта по лыжным гонкам Анастасией Седовой. Подробности в следующем репортаже. Праздник зимних видов спорта, здоровья и радости. Всемирный день снега отметили на лыжной базе. Несмотря на непростые погодные условия, желающих активно провести выходные и оценить обновленную инфраструктуру базы хватало. День снега проводится в Сарове с 2012 года. По замыслу Международной Федерации Лыжного Спорта по всему миру в этот день должны проходить снежные фестивали. Обычно проблем со снегом не возникает, но сегодняшняя зима практически не оставила шансов. Снежные фигуры лепили из того, что было. Конечно, в нашей ситуации, в сложившейся ситуации, в день снега без снега, но в нашей дружной команде кораблик все ни по чем. По колицам походили, набрали снега, слепили замечательную фигуру, мишка. Каждый год у праздника своя ключевая тема. Снежные фигуры лепят в соответствии с ней. Но так или иначе, тема связана со спортом и здоровым образом жизни. В этот раз фигуру лепили под девизом «Спорт – норма жизни». Мы слепили фигуру мишку, футболиста. Тема была выбрана не случайно. Почему? Потому что наш детский сад является сетевым детским садом школы «Росатома». И наши дети уже в третий раз будут принимать участие в чемпионате по футболу «5 плюс». Программа праздника получилась динамичная и насыщенная. Зрители могли наблюдать за лыжными гонками, принять участие в семейных спортивных соревнованиях, всей семьей за здоровьем, выполнить творческие задания на интерактивных площадках и посмотреть выступления городских творческих коллективов. Реконструкция лыжной базы – событие, которое горожане ждали несколько месяцев. Торжественно открыла ее призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта по лыжным гонкам Анастасия Хочу сказать большое спасибо, конечно же, тем людям, которые все это для нас сделали, усовершенствовали лыжную базу, построили новый роллерный круг. Он подойдет как младшим группам, детишкам, которые только-только начинают свой, так скажем, лыжный путь, и так и для взрослых профессионалов. И очень радует тот факт, что очень немногие города могут похвастаться в городе именно наличием лыжероллерной трассы. Лыжная база обрела новый вид, стала более удобной для посетителей. Это важное событие для города, ведь теперь каждый может заняться спортом. Юлия Богоносцева, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова